всем добрый вечер сейчас еще две минуты у нас есть до начала поэтому мы подождем официального старта и отправимся на исследование трендов сразу скажу пожалуй о регламенте регламент у нас такой я постараюсь все свое интеллект всю свою интеллектуальную собственность выложить примерно за 60 минут 30 минут у нас после этого будет на ответы на вопросы очень прошу вопросы записывать специально отведенные они нет так я в обратной стороне поэтому вопросы у нас вон там верхней такой вкладочке черный оттуда я их все постараюсь зачитать на вопросы в чате реагировать очень сложно как показывает предыдущий опыт поэтому пожалуйста если у вас есть вопрос на который вы хотите получить ответ то пишите пожалуйста туда если вы хотите просто поделиться комментарии эмоциональным или рациональным то пожалуйста в чат поздороваться или отметить то что вы в данный момент чем вы занимаетесь еще одно предупреждение она сейчас может нам немножечко убить посещаемость но тем не менее так как у нас тема заявлена как тренды современного онлайна то сегодня никаких лайфхаков и прочих таких слов мы употреблять не будем только фундаментальные вещи только хардкор поэтому если среди вас есть люди которые считают что теория это вода то воды сегодня будет прям вот много не вычерпать ну пожалуй можно и начать время подошло я понимаю что у нас сегодня не так много участников и полностью ну не полностью но разделяю соображение тех кто решил сегодня посвятить теплый июльский вечер на границе снятия карантинов чему-нибудь какому-нибудь общению с природой ну а мы с вами поговорим про то что из себя на сегодняшний день представляет онлайн образование куда она идет и что из всего этого может выйти это я я в общем не такой разнорабочий поэтому я и методист и бизнес-аналитик и в анамнезе и преподаватель и специалист по теории игры в новосибирске своей альмаматор даже несколько лет читал курс по теории игры но по игровой методике мы с вами поговорим наверное в следующий раз когда-нибудь а у нас точно в контент плане есть такая тема поэтому об этом немножко позже а сегодня про тренды тренды у нас будут трех типов первые такие государственные экономические вторые это социальные и третье это как раз то что связано непосредственно вот с технологиями какие технологии приходят к нам в жизнь как они меняют все вокруг стоит ли их бояться на что они ну убьют они или не убьют в конце концов обычное образование и что во что они превратят наш с вами повседневную жизнь и особенно 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 повседневную жизнь наших детей но начнем мы с государственно-экономических трендов и предпосылок почему так все получилось а в 2016 году в конце появилась концепция и закон проект связан с цифровизации образования проект и концепция очень нашумевшие а в девятнадцатом году вот с 18 по 19 вышло несколько десятков роликов в том числе в ютубе в том числе разошедшихся огромными тиражами где такие учителя возраста 40 плюс руководители каких-то школ горестно сообщали всем слушателям о том что школу хотят убить уничтожить всех хотят посадить в цифровое гестапо концлагерь такой цифровой фашизм появился термин тогда же примерно я том что в общем традиционная школа что дети бедные не увидят больше парт и рюкзаков да и в общем то и ладно бы но большинство из этих комментариев были в общем откровенно говоря преувеличением иногда намеренным иногда просто из-за того что закон о цифровизации в общем ужасно плохо написан как и все законопроекты он огромен там 160 страниц примерно и разобраться в нем действительно за один вечер как очень многие люди привыкли разбираться во всем по одной статье википедии довольно сложно то есть на это нужно потратить время посмотреть что там есть и там все не так радикально было ужасно хотя некоторые вещи ну например о влиянии избыточного потребления информации и избыточного сидения за компьютером на здоровье любого возраста обучающихся в общем там действительно было прописано не очень хорошо и вряд ли эта тема была глубоко исследована но с точки зрения государства если мы рассматриваем государство как корпорацию то конечно для государства онлайн обучение гораздо выгоднее гораздо более приятно чем образование школьное или вообще когда нужно людей собирать в каком-то месте всех покупать туда оборудование устанавливать там какие-то девайсы нанимать туда учителей следить за тем чтобы детей или других обучающихся кто-то охранял что там было цвет тепло чисто росли цветочки и все прочее и казалось что мы в общем-то созрели к тому чтобы обучение было надомным ну не в полной мере но в какой-то степени до что обучение онлайн это дешево действительно дешево потому что если посчитать себестоимость одного урока в школе например и себестоимость одного урока онлайн то выйдет что онлайн гораздо дешевле даже несмотря на то что вам нужно купить компьютер вам нужно заплатить за интернет вам нужно заплатить своим временем за то что вы на этот урок либо проводите либо на нем присутствуете все равно это гораздо дешевле особенно ну то есть школ это касается в несколько меньшей степени вот вузов которые исторически занимают очень жирные территории в городах вспомните где находится там в шее где находится мгимо где находится мгу где находится университет какой-нибудь вашем городе и можно понять что местной администрации конечно очень хотелось бы видеть в этом прекрасном месте какой-нибудь жилой комплекс или торговый центр и не расстраивать вот эти огромные корпуса кампусы еще больше чтобы сэкономить территорию частично перевести что-то в онлайн очень даже хорошо тем более что по сегодняшним нормам да в вузах могут обучаться там определенное количество не больше чем квадратных метров там есть нормы я к сожалению уже не помню какая норма по новым стандартам при должна приходиться на одного учащегося в квадратных метрах но в общем есть некоторый лимит с онлайн обучением когда у вас не все приходят кажется что эту норму можно было бы как-то уменьшить как-то модернизировать привлекать больше учеников больше учеников больше денег в общем одна сплошная выгода и казалось можно нарисовать вот такую 2016 году радужную картинку что вот на самом деле все так дома дружно сидят все каждый в своем девайсе открывают работают в общем чудо все под контролем но практически домашнее обучение на деле мы тут с вами недавно совсем еще до сих пор встретились с такой как это называется инвенсы был and inflexible ситуации в которой вот в такой ситуации мы все оказались и получилось что как бы да онлайн обучение конечно это дешево тут никаких вопросов нет а вот насчет удобно получилось прямо скажем не очень хорошо потому что вот такой картинки как-то не вышло а картинка вышла вот такая то есть как например у меня есть знакомые школьные учителя у которых есть дети школьные учителя вели уроки с компьютера дети должны заниматься тоже с компьютера в семьях на сегодняшний день в среднем по стране да если мы берем домохозяйство количество компьютеров в среднем 1,4 если в семье два ребенка а родитель является преподавателем или он тоже например работает на удаленке то соответственно девайсов для всех не хватает те системы которые работают школе школах в вузах и вообще практически все на самом деле лмс более или менее серьезные они в мобильных версиях реализованы очень плохо с ними работать чрезвычайно неудобно для этого нужны то есть есть специальные там полу образовательные такие образовательно-развлекательные и дюйтейнментные приложения типа того же puzzle english lingua leo там не знаю dual lingua розет и stone чего угодно да вот они такого имеют да вы что-то там учитесь но в основном там очень много заложено диммификации и графикации и это в большей степени воспринимается мозгом как развлечение скорее развлечение с таким со смыслом использовать но в основном с телефонами гораздо лучше со смартфонами да и у нас ситуации даже с планшетами лучше а вот с такими десктопными компьютерами тут уже возникают некоторые проблемы и мы столкнулись такой ситуации что образование особенно школьное онлайновское но не говоря уже о том что к этому были в общем большинство преподавателей не готовы к этому были не готовы системы причем система не только наши мы skyeng пользуемся зумом для переговоров так вот зум падал впервые мы пользуемся им уже не за четыре года на моей памяти ни разу не было такого чтобы я в зум не мог зайти 15-20 минут с марта но в марте в апреле частично в мае такие случаи бывали и это очень сильно тоже раздражает не ставьте что у вас 45 минут урок 20 минут вы логинитесь просто ужасно программы не разработаны то есть сама программа я имею ввиду не софт а вот программа обучения они не разработаны для того чтобы их перевести онлайн мы как в общем люди ну skyeng это в общем компания которая переводит людей из оффлайна в онлайн очень часто особенно с преподавателями это происходит потому что но у всех нас первоначальный опыт практически во всех на исключая там сегодняшних может быть выпускников которые только онлайн занимались смысле онлайн преподавали такой опыт но у абсолютного большинства преподавателей которые пришли к нам работать опыта онлайна не было или он был в каких-то таких ну там я по skype чего-то кому-то объяснял своему старому студенту который переехал но не более того ну у некоторого небольшого количества процента был какой-то опыт но у нас есть целые курсы основанные на опыте наблюдений на собственном опыте на опыте исследований о том что онлайн преподавание онлайн методики преподавания довольно сильно отличаются от того что есть в оффлайне это касается там привлечения внимания студента удержания внимания фокуса того как давать материал да в какой последовательности какие техники лучше использовать и какие замечательные техники которые работают например там все знаем да о том что real object это здорово и там вызывает реакцию в менделевидном теле в мозге и как бы когда вот слово pen вам показывают ручку как-то ну воспринимается это мозгом лучше потому что идет там динататно референтная ассоциация сразу понимаем о чем идет речь сразу концептуализируем и в общем как-то голова лучше это усваивает в онлайне ну конечно вы можете показывать что-то но довольно сложно особенно дома хранить вещи которые карточки показывать тоже довольно смешно тем более что разрешение камеры бывает разное и оказалось что наше наше общество на сегодняшний день онлайн они готовы технологии готовы то есть на сегодня в сегодняшнем можно найти такие программы и даже бесплатные которые позволят проводить и лекции и семинары и диктанты и контрольные и даже с процедурой инвегуляции что такое процедура инвегуляции это в общем контроль списывания и контроль воровства материалов почему международные экзамены очень долго не выходили в онлайн совсем не выходили то есть там да можно было приехать в центр кембридж ассессмент инглиш издать и или компьютерным образом то есть это компьютерное тестирование но в присутствии какого-нибудь человека этот человек там нужен главным образом не для того чтобы вы не списали откуда-то в общем тест закрытый тест писать довольно сложно честно говоря там но потратить его очень много времени это было сделано прежде всего для того чтобы вы как бы не украли материалы не скопировали материалы теста и не сделали какой-нибудь свой дубль потому что разработка это ужасно дорого просто адаптивный тест английского языка до такой который бы нормально работал и имел хорошую валидность разработка этого теста это примерно полмиллиона рублей это еще прям дешево это без технической обработки это просто психометрия составление вопросной базы валидации вопросной базы и все то есть это только подготовительная работа без разработки разработка еще столько и это прям самый минимум это если мы совсем-совсем не хотим ничего тратить и такие программы тоже есть они устанавливаются они просто не позволяют человеку никуда из окошка браузера выходить а если он куда-то выходит то там что-то начинает у человека который сидит по ту сторону экрана пописки но вот общество оказалось такому не готово во первых у нас маленькие жилплощади в основном и все время мы находимся вместе если дети не будут ходить в школу то очевидно что у нас вырастет взрослых потребление алкоголя в семье вырастет домашнее насилие в общем все то же самое что у нас было в карантине вот край обучение в карантине это абсолютная модель того как будет выглядеть как выглядело бы цифровое обучение онлайн если бы этот проект был реализован в том виде в котором его комментировали эти вот встревоженные барышни в начале девятнадцатого года но тем не менее очевидно что кое-какие преимущества от того что мы вот так взяли всю страну протестировали в цифровом формате с точки зрения образования мы пожнем мы ждем новых в госов совершенно точно новые редакции довольно скоро я думаю что уже осенью они придут какой-то итоговый вид и там цифровому образованию будет уделено довольно большое место 27 мая правительство подписало законопроект о том что в случае введения каких-то чрезвычайных ситуаций связанных там с войной эпидемии снежным бураном мы переходить в цифру будем обратно и понятно что нам нужно быть лучше подготовлены к этому вот цитата я не буду ее зачитывать потому что я сказал сам владимир владимирович наш президент который в общем вот об этом нам 21 мая в своем послании сообщил при этом он конечно нас заверил что дистанционное образование не заменит обычное школьное и все разговоры об этом следует расценивать как провокацию мы сейчас немножко сейчас я позволю себе провокацию идея вот предыдущего слайда о том что про про вот эти самые равные возможности да она тоже звучит как бы очень привлекательно но действительно если я прошу прощения если кто-то из вас живет в этом городе я просто привожу его для примера например город красноярского края ачинск например там есть какой-нибудь студент который хочет поступить в сфу сибирский федеральный сфу сибирский федеральный университет раньше для него это было несколько сложно то что нужно уезжать из города получать там общежитие где-то работать потому что ну родители не могут его содержать сейчас вроде бы он может поступить то есть не сейчас а вот с этой с технологией дистанционного образования такого всеобщего он вроде как может это сделать своего родного города и всем хорошо то есть ему не нужно тратить деньги на переезд и проживание он может жить там же где где есть он не уедет оттуда и это большая проблема урбанистическая сегодня проблемы малых городов да потому что люди оттуда уезжают города побольше где есть работа где выше зарплаты и вот эта глубинка она деградирует 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 все больше то что лучший кадр оттуда уезжает такой provincial brain drain ну и в конце концов он может быть останется в городе что-то сделает для него полезное но к чему это это как бы хорошо на бумаге звучит но к чему это на самом деле может привести к тому что просто региональные вузы которые являются помимо прочего центрами культуры для разных регионов они начнут постепенно отмирать потому что ну при всем уважении мы скажем что квалификация преподавателей скажем высшей школы экономики несколько лучше как правило чем уровень преподавания на кафедре экономики какого-нибудь сибирского государственного института геодезии я имею к нему некоторые отношения поэтому мне есть чем сравнивать и понятно что кафедру экономическую кафедру института для университета геодезии картографии ее могут ликвидировать в связи с этим или превратить преподавателей которые там работают в тьютеров за другие деньги естественно за которые им работать будет не очень интересно и вот эти региональные центры таким образом тоже мог может ждать вырождение что тоже не очень хорошо все-таки гиперцентрализация для большой страны тоже плохо поэтому скорее всего вот опасения по поводу массового перехода в цифровизацию они преждевременно технологически это возможно социально экономически экономически это даже вроде как выгодно но на самом деле нет если чуть-чуть дальше смотреть поэтому миграция будет происходить вот каким путем она уже в общем то началась и так или иначе происходит первое что уйдет в онлайн сразу и практически уже ушло это дпо то есть дополнительное профессиональное образование мы с вами сейчас находимся в этом как бы формате в этом пространстве все оффлайн школы практически все которые были во время карантина перевели свои занятия в онлайн и вряд ли они оттуда просто так уйдут скажет мол карантин закончился давайте-ка обратно все в аудитории аудитория останутся онлайн останется тоже количество игроков которые вышли уже на рынок после введения ограничений по всему миру она выросла кратно все начали делать онлайн уроки начали делать пока плохо пока все только это пробует но у нас вот это направление развивается уже довольно активно плюс к тому я иногда читаю лекции на факультете повышения квалификации так называемым фпк и там тоже самое лекции теперь онлайн потому что там отправить целевую группу из одного вуза в другой другой город даже на автобусе даже с проживанием в очень дешевой привузовской гостинице это все равно деньги пройти тот же самый курс онлайн это ну вы платите только за контент и это не очень дорого вторая группа которая туда переходит это частные школы это частные школы имеется ввиду не аналоги государственных да там то та же самая программа среднеобразовательные но только в частном режиме частные школы это тип sky-end вот то о чем я говорю которая оказывает как бы дополнительные услуги они тоже уже все там ну и частично все-таки вузы это сделают потому что если вы помните раньше у нас были заочные факультеты заочные факультеты это восхитительная среда для произрастания коррупции потому что ну я помню как заочники приезжали из разных деревень с подарками значит руководит декану заочного факультета как он их радостно принимал и людей и подарки и как они потом получали свои замечательные дипломы так было не совсем и не всегда но тем не менее вот как бы не очное образование когда вам не очень нужно появляться вы находитесь режиме такого полусвободного слушателя при этом платите деньги при этом сейчас платите деньги фактически легально ну просто вуз от этого зарабатывает это тоже формат который очень и очень привлекательным плюс гуманитарное образование особенно такое вот образование которое всех вызывает такие вопросы и сомнения и улыбки типа филологии там социальной антропологии вот регионоведение вот это все я сам по образованию филолог поэтому точно знаю что что о чем говорил они тоже очень многие форматы будут перенесены в онлайн действительно прочесть лекцию в зуме вполне себе можно и даже по отвечать на вопросы и даже там поговорить с аудиторией в каком лекции я тоже читал целый год я читал лекции которые начинались 830 и все что дальше третьего ряда все спало вне зависимости от того прыгал я демонстрировал какие-то части своего тела и или нет вообще никакой реакции все равно студенты утром хотят спать и в зуме в общем не включил камеру ты спи пожалуйста то же самое а вот школа переедет туда большие с малой с долей вероятности и и это будет максимум что это будет the blended learning потому что ну все-таки обучение технологиям необходимо мы живем сегодня слишком в технологичном мире чтобы не знакомиться с тем что в нем есть поэтому конечно там часть обучения будет онлайновая особенно мне было бы интересно если бы это сделали с информатикой скажем и информатика онлайн там совсем замечательная вещь но некоторые форматы наверное тоже онлайновые будут плюс на случай форс-мажоров я родился в школу ходил в новосибирске поэтому когда у нас там был минус 35 градусов то мы в школу не ходили вот это или когда школу минировали то что я учился в 90-е годы а это было часто это был большой праздник но вот теперь вот эти праздники видимо закончатся и когда происходит какая непонятная ситуация то мы сразу все дружно бежим онлайн вот это то что касается экономических вещей да короткий вывод резюме технологически мы готовы экономически это вроде бы оправдано с точки зрения государственной социальной политики это совершенно невозможно полный переход в онлайн частично какие форматы да переедут связано это будет исключительно с экономической целесообразностью ну и плюс откровенно говоря то что вузы частично это заменят на цифру до заменят но вузы это еще и все-таки связи когда вы учитесь каком-нибудь мгимо то вы наверняка можете поговорить с какими-нибудь интересными людьми детьми других интересных людей связи и онлайн завести довольно сложно об этом кстати говоря есть очень хорошая видеоконференция екатерина михайловна шульман можете просто посмотреть в ютюбе там шульман образование и она очень подробно об этом рассказывает о том почему это может привести и про региональные вузы кстати тоже вот теперь про социологию вот этого дяденьку если кто знает как его зовут напишите пожалуйста в чат я пока не буду называть его имя здесь есть подсказка третья волна собственно он является автором этой замечательной книги что такое третья волна вот по этому самому дяденьке я буду его называть когда ты напишешь чат уже по имя в развитиях общества есть как бы три волны это не очень новая история не новая идея карл маркс ее уже давно и благополучно придумал но тем не менее да первая волна аграрная вторая индустриальная третья постиндустриальная вот мы как бы входим в третью постиндустриальную волну и да это элвин тоффлер безусловно и по тоффлеру собственно говоря постиндустриальное образование нам сулит что мы переходим из мира производства в мир услуг вот и в мире услуг нам нужно много-много людей для того чтобы эти люди друг другу услуги оказывают потому что как бы услуга которую мне оказывает какой-то интернет-сервис она конечно мне может быть приятной но дорого за нее я заплатить не готов а вот за услугу которую оказывает человек здесь конечно можно о чем-то и поговорить что у нас поменялось в связи с этим в ну как постиндустриальная волна поменяла несколько образования то есть в аграрном обществе образование было это вот если вам очень хочется то пожалуйста идите образовывайтесь но вообще надо корову доить и и лечить коронавирус трактором поэтому не ну образование было для избранных совершенно замечательная книжка игра в бисер гесса про это говорит вот к стали это примерно вот образ образовательный образ образовательный образовательные учреждения там аграрного времени в индустриальном обществе нужно было получить навыки поэтому главным собственно образовательным ресурсом были техникумы которые учили людей на рабочие профессии и высшие учебные заведения которые учили этих людей на инженеров все остальное было как бы для остальных не было у нас такого разгулья гуманитарных вузов постиндустриальная штука волна тире это вот уже конечно гуманитарная сфера прорывается практически везде и связанных не только педагогика этой менеджмент бизнес это экономика это еще кое-где остающиеся инженерное дело но количество инженеров которые работают в специальности она прямо скажем так высоко и вот в этой новой третьей волне у нас немножко меняется гуманистическая парадигма мы все знаем про пирамиду товарища маслова который в общем взял пять уровней и мол пока вот нижний уровень не реализован к следующему переходить человек не может саму пирамиду масло собственно говоря не нарисовал это сделали его последователи исходя из его книг но и про пирамиду все знают сначала нужно физиологически потом безопасности потом мы вот это все все понятно но как бы не совсем это точно потому что люди немножко так не живут это вот у нас знаете учебники истории так пишут там был сначала у нас были там фенитийцы потом они значит как-то вот эстафетную палочку или и а нам потом египтяне грекам греки и римлянам вот а на самом-то деле они существовали все одинаково просто в разных ступенях теория и rg это такая модификация теории маслу она как раз об этом говорит на что потребности человеческие они как бы из трех вещей состоят уровень это такие вот экзистенциальные потребности потребности даже не экзистенциальные а экзистанса ну то есть как бы все что нужно нам для существования чтобы было чего поесть и чтобы никто не стукнул по голове второй уровень это потребности в общности ну то есть нам нужно как поет знаменитый петербургский поэт рэпер оксимирон я так хотел принадлежать чему-то большему чем я вот собственно говоря это по ирджи теории совершенно точно средний уровень ну и высокий уровень это потребность в росте саморазвитии чтобы вас оценивали хвалили самореализации вот эта вот мифическая и все а и третий пункт это теория герцберга фредрик герберг который сформулировал двухфакторную теорию мотивации да если изначально про мотивацию мы говорили я либо вот меня это удовлетворяет вот здесь вот да вот здесь я не удовлетворен а здесь я удовлетворен а он сказал что так это слишком просто так не бывает то есть есть два два типа факторов первые мотивирующие и вторые гигиенические гигиенические факторы если их нет то я не удовлетворен а если они есть то я как сказать no dissatisfaction ну то есть как бы у меня нет неудовлетворения вот так вот гигиеническим фактором герберг например относит зарплату вот если у вас нет зарплаты вы не удовлетворены а если она есть то вы как бы не не даут ну то есть у вас нет неудовлетворения немножко сложно двойное отрицание для преподавателя английского это не типично факторы мотивирующие это несколько другое да это может быть какие-то бонусы и премии в теории возможно но это скорее признание работы когда вашу работу не признают но платят за нее много денег это как-то не очень здорово много есть разных опытов там один из опытов например людям давали огромные листы бумаги в которых они должны были и там было много-много всяких квадратиков на которых было точно ab и вот они должны тикать были только квадратики под буквой b и у первой группы значит они за какое-то определенное время это делали собирал все преподаватель смотрел довольно подробно изучал да да очень хорошо практически не отошли ошибок замечательно клал себе на стол и давал им 2 и они опять это делали у второй групп он просто бегал смотрел и клал на стол а у третьей он просто забирал сменал и выкидывал всем этим людям давали по доллару и я не помню уже поскольку но какую-то сумму денег не очень большую но но и не совсем копейку не совсем символическую и люди всем давали по доллару да ну будем говорить что по доллару но при этом первые люди со вторым листом справлялись то есть они из второго листа делали вот столько вторая группа вот столько а третье вот столько хотя всем давали по доллару и это вот как раз объяснение того что мотивирующие факторы они работают что у нас в сегодняшнем мире происходит у нас вот это зеленое поле физиологических потребностей потребностей в экзистансе она там европейском обществе ну и и в американском и в россии по большей части она фактически аннигилирована то есть нам будем откровенны и не особенно нужно биться за кусок хлеба многие ему ну то есть за кусок хлеба с маслом да там еще с какими-нибудь дополнительными топпингами на этот хлеб тоже но за сам кусок хлеба в общем нет то есть умереть с голоду в современном обществе довольно затруднительно это нужно самому захотеть это сделать до жить очень хорошо тоже затруднительно жить даже приемлемо затруднительно но умереть с голоду то есть прям вот восполнить эту физиологическую потребность все-таки сложно и у многих современных людей которых раньше пугали там плохими профессиями или не устройством в жизни или чем-то еще этот страх вот этот страх нижнего уровня он практически нивелировал он практически исчез мне там родители говорили что если я не буду учиться то я стану дворником современного из современного ребенка это не производит впечатление двор ну и что дворник это эко-френдли это хорошая профессия нормальная я буду очищать мир значит от пластиковых пакетов которые вы все с мини кидаете вокруг это хорошо и практически о любой профессии такой не не зашкварный да так можно говорить сейчас можно скорее там какие у нас есть антисоциальные профессии на 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 скотобой не только может работать как-то не очень считается приличным поэтому здесь с этой точки зрения да там мотивация сложна в образовании например если мы говорим то у нас появляются гигиенические факторы сегодня если раньше ну спросите у какого-нибудь или там не знаю у моего ровесника о том что там с ним происходило ну в школе был он удовлетворен или него или не был и вот спросить там не за меня спросить когда в девятом классе учился нравится ли мне уроки или нет чтобы я сказал ну да уроки чё там мне в лучшем случае нравился учитель или не нравился он был хороший или она или нехороший хотелось мне боялся я его и ее или не боялся сейчас нет сейчас хороший учитель то есть он должен быть это как бы гигиенический фактор такой с точки зрения восприятия учеников и это порождает тоже некоторые сложности потому что ну как бы вот вот эти частые комментарии людей учителей которые в школьных особенно которые и вузовских стать тоже которые жалуются на своих учеников до мотивации ученика да вы все равно мне тройку поставить ну или другую оценку там я сейчас нахожусь в беларуси тут шестерку или ты или пятерку ну это то есть я не хочу бороться за большее и этот потому что гигиенический фактор практически стерт да вот ничего не будет есть во первых не будет двойки во вторых даже если будет ну и что в россии там еще есть риск только если не поступишь университет в армию пойти но тоже как-то уже такая армия уже год и тоже не так чтобы очень страшно страшных историй про армию там у нас стало сильно меньше чем 90-е годы горячих точек особенно нет и для многих людей ну там в конце концов есть этот антипризыв точка нет зайду там у меня найдут значит остеоскалиоз с протрузией позвоночного диска мама заплатит вот что еще меняется то есть что что главное то я хотел сказать да у нас у современного общества у современных обучающихся особенно в молодом возрасте присутствует вот эта иллюзия социальной мобильности кем хочу тем и стану пока я не готов вот на сегодняшний день это не интересно это такая вот иллюзия о том что в американских вузах вот есть там major major курсы и minor курс которые там я должен ходить на которые не должен и вот жизнь примерно строится по таким же вещам то есть как бы вот сейчас мне это не интересно сейчас мне очень интересно записывать видео на тик ток вот это прям это это моя страсть я планирую монетизировать свой замечательный навык танцев под под егора крита а вот математика мне в настоящее время не очень интересно потому что ну вот есть же история успеха разных людей которые на тик токе заработали бешеные деньги или там другой человек а я вот буду играть в игры какие-нибудь онлайн покупать артефакты и потом их продавать и зарабатывать по 60 тысяч рублей в месяц такие люди есть да но тоже история успеха единичные кому-то будешь продавать если собственно говоря все начнут этим заниматься и это нам очень вредит на самом деле да то есть то что нам не надо ни за что бороться особенно то есть за жизнь бороться сейчас особенно не нужно мы все-таки не в очень криминальных районах живем как правило можно ходить вечером домой если вы там не в топ не в даун 10 городов своей страны живете не очень плохом районе и в общем на любой профессии можно заработать некий прожиточный минимум он может быть не очень соотносится с желанием хорошей жизни но тем не менее умереть довольно сложно в релейтед нас то что вот называется да то есть при общении группе тоже в общем мы можем найти себе группу по интересам в соцсетях раньше у меня не было никакого варианта дружить не с одноклассниками или не дружить если я не дружу своими одноклассниками я не дружу ни с кем я сижу один поэтому мне нужно было как идти на компромисс договариваться как-то вот там искать социальные пути взаимодействия сейчас не особенно нужно потому что можно найти друзей по интересам любителей майнкрафта и чего-нибудь еще поэтому этот уровень тоже как бы есть иллюзия что вот у нас есть какие-то друзья с которыми мы можем там затусить если что ну и уровень самореализации он тоже в общем довольно интересный сейчас нет такого авторитета авторитет единственное что популярность и деньги наверное но это так себе авторитет потому что популярность может быть не у всех и может быть очень короткой которая не особенно про корм запрос в сегодняшнем сегодняшнем образовании он немножко формулируется иначе чем это было даже там 20 лет назад когда мы с вами учились но может быть вы моложе чем я и это здорово но все равно должны помнить это не так давно было компания бостон консалтингрупп она провела довольно интересные исследования и выявила по результатам довольно серьезных опросов и так называемых каздевов несколько мегатрендов в образовании чего там происходит ну первое сегодня компании которые принимают людей после обучения они хотят чтобы у этих людей были хорошие софт скиллы то есть умение коммуницировать строить проблемы и так далее с хардами с так называемыми твердыми навыками которые ну то есть уметь что-то делать здесь уже несколько сложнее да остались профессии в которых они очень важны там сложно быть электриком и не знать к чему крепить провода но абсолютное большинство менеджеров сегодня должны менеджер здесь я использую не в ругательном смысле а в позитивном они должны работать с информацией и с вещами которые все время меняются вот они меняются просто на глазах и конечно если мы будем учить людей как бы работать исключительно с тем что есть сейчас это будет очень долг короток их будет путь принципал бассажа беседжи в москве бартоломео банке мой знакомый говорил в частности он итальянец и работает на эту компанию она интернациональная работает он директором московского офиса работал некоторое время назад он говорил об отличие скажем американского итальянского образования европейского вообще он закончил туринский институт туринский технологический институт это и и сравнивал их например с американцами да американцы когда приходят после обучения на работу они готовы работать сразу мгновенно они сразу знают чего от них хотят но при изменениях ригитность их гораздо выше европейцы с универсальным более универсальным образованием когда приходят они не могут сразу строиться процессом нужно долго вникать но зато потом по мере накопления изменений их адаптация проходит гораздо лучше вот собственно говоря вторую модель сейчас приветствуют работодатели по опросам этой компании больше чем 1 потому что слишком быстро меняется мир здесь еще важные вещи это изменение опыта преподавательского это то что у нас студенты окончательно превратились потребителей студенты туда это просто потребитель услуги и студент может точно также включать потребительский терроризм мы очень хорошо это знаем со стороны некоторых клиентов нашей школы которые предъявляют преподавателям требования просто ну на 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 много тысяч рублей за урок скажем так да это обучение становится пожизненным нет никакого такого вот момента что мы учились чему ты всю жизнь можем на этом багаже ехать ничего подобного ну и конечно рост коллаборативных всяких разных совместных исследований он тоже присутствует правда вот у нас вот эти все тренды я попробовал сделать такое упражнение и найти что пишет современный в гос и со и но и спо и всех другие о которые есть нашел там всего три из пяти ну по поводу софт скиллов тут у нас прямо на первых на третьей странице нового в гос и написано что нам важна активная учебно-познавательная деятельность обучающихся и даже экологическая культура что такое экологическая культура не совсем понятно и не очень ясно расшифровывается во в госе но я так понимаю что это сортировать мусор не плеваться на улицах и значит курить строго отведенных местах по поводу learning experience во в госе по-прежнему слова никакого нет я попробовал найти там слова удовольствие радость и счастье ничего подобного слова удовлетворять есть три раза и то про потребности причем потребности не учащегося один раз учащегося и два раза там будущего работодателя ну такое себе да то есть как бы как учиться уже совершенно не важно ну в госу неважно третий пункт во в госе его естественно нет про преподавать про про студента как потребителя но в нашей жизни он очень хорошо присутствует если раньше моих родителей вызывали на российское собрание и я был виноват сразу ну если мою там маму или папу вызвали к директору я виноват априори просто до того как они узнали о чем идет речь сейчас если так происходит и ванечка-танечка-манечка плохо учится виноват преподаватель потому что ванечка-танечка-манечка вундеркин они рисуют такие потрясающие картины и вообще половину домашних заданий делаю за них я вы за них стоит двое еще такое за ужас такое безобразие же я писал есть такая хороший такой мем где сидят две обезьянки одна из обезьянок смотрит в этот в листик бумаги и подпись такая да лицо твоего отца когда он помогал тебе с домашним заданием вот очень часто так бывает преподаватель не может найти подход подход то есть просто и не важно что в подход родителей очень часто к своим детям это дать им планшет и уйти вот это тоже подход к образованию но виноват всегда преподавать все по дело да это уже потребительский терроризм немножко такой начинается про значит четвертый пункт life long learning это у нас во в госе сообщается о готовности к саморазвитию непрерывному образованию ну непрерывное повышение квалификации это тоже мы все знаем такая инициатива в общем то правильная но выливается она мы сами знаем во что на 72 часа за три года поэтому все бежим срочно какой-нибудь фоксфорд хотя это это имя наших конкурентов услуг нельзя произносить но тем не менее покупаем там значит какую-нибудь бумажку что мы прошли курс в объеме 72 академических часа вот нам пожалуйста удостоверение государственного образца отдаем директору директор спасибо три года можешь сидеть как хочешь ну и медпредметные компетенции это тоже написано во в госе и здесь вот и самая популярная медпредметная компетенция это делать презентации если посмотреть как делаются презентации в школе ну то есть и кто учит делать презентации очень часто да то чаще всего это в общем тоска с такими презентациями как бы на работу людей не возьмут тренды тоже очень сильно меняется этом почему-то кажется что как бы открыл powerpoint наковырял туда значит каких-то картинок поставил там какие-то и каут боксы внизу и вот тебе презентация готова на самом деле тоже искусство и делается это не совсем так вот тем не менее тем не менее исходя из всего того что было сказано да вот эти социальные изменения которые у нас есть онлайн образование действительно становится мейнстримом потому что она закрывает довольно большой легкостью вот этот базовый уровень этот гигиенический уровень без которого дальнейшая настройка уже сложна мой футурологический прогноз в том что обучение оффлайн обучение аудиторное обучение персональное будет нишевым и дорогим обучение онлайн будет дешевым массовым ну а по качеству понятно что не все будет хорошо да сегодня барьеры новых для выхода на рынок онлайн всяких образований очень очень маленькие за 100 тысяч вы можете открыть свою собственную онлайн школу не только вы кто угодно даже есть акселератор онлайн курсов придуманный не кем-нибудь а господин партнядиным а партнядин это человек который в общем не пахнет немножко пиастрами в интернете он сразу туда бежит и снимается на фоне своего mercedes-брабуса бронированного или бронированного и говорит образа онлайн образование это новый тренд вообще все вкладывать деньги мой новый проект ну что на что отвечает онлайн образование собственно говоря во первых это дешево можно наклепать курсов очень много и прямо вот пункт 3 смотри ограничение рынка земной шар продавать их вообще везде покупать их вряд ли кто будет без большой маркетинговой составляющей но тем не менее как бы звучит красиво выложим приложение выложим что-нибудь youtube вот все тиктокеры современные новомодные они же делают всякую дичь если посмотреть это же просто ужас в голове не укладываться как это вообще можно смотреть но с другой стороны всякие психологические исследования показывают что именно это наш мозг и хочет смотреть я когда открываю корпоративную почту заходя через яндекс нечаянно в нее я пролистываю иногда яндекс там посмотреть что-нибудь какие-нибудь котировки и вижу яндекс дзен и первая какая-нибудь там в яндекс дзене значит это пост яндекс дзен заменил собой же же помните же же уже же были тексты да во вконтакте уже появились там эти стены в дзене появину просто какая-то это это как бы такой же же штрих совсем ужас вот я вижу там написано как я питаюсь на 50 рублей в день зачем или там значит сегодня я не знаю отвела кота куда но но мой мозг почему чтобы я это увидел молодой мозг мозг помоложе хочет посмотреть как кто-то челлендж кинь бутылку на скейтборд чтобы она не упала вот поэтому собственно вот такая мгновенная популярность всякого извините шлака который есть да он говорит людям о том что а чё а если я сделаю контент немножко получше и выложу его что же все за лайк все его будут любить дадут немного денег и какая-нибудь косметическая компания подпишет со мной многомиллионный контракт за то что я в инстаграме намажу лоб их кремом а вот и многие очень многие стартапы образовательные по моему строятся исключительно на этом желании но тем не менее да маржинальность довольно высокая потому что сделать курс стоит от 300 до полумиллиона рублей а продавать его можно сколько угодно второе это тоже хорошо заниматься здесь действительно плюс онлайн образование что заниматься можно когда угодно и где удобно это например вот если вы живете в городе миллионники и хотите учиться английскому то вы можете себя найти репетитор оффлайн ну в общем без проблем в общем даже хорошего а если вы живете в городе не очень большом и хотите изучать например шведский ну так получилось что вашей культурной программе не шведский что вам делать но раньше ничего там купить заказать секунд самоучитель и попробовать по нему что-то сделать но это вряд ли сейчас это возможно так и действительно вы можете получить образование очень высокого курс какой-нибудь или уроки очень высокого класса это действительно большой плюс и конечно это гораздо удобнее да онлайн кинотеатры фактически особенно после вот этих событий самоизоляции убивают кинотеатры обычные телевидение этого не сделала а вот эти штуки сделали сейчас мы в кинотеатр ну пойдем только если 3d что нибудь там в очках посмотреть да чтобы на нас какие пики орков летели а так то больше странно уже непонятно зачем если есть дегрегаторы вот поэтому здесь вопросов нет онлайн дешевый выйти на рынок легко соответственно это будет мейнстримом и каждый может каждому я находил курсы там по обучению google таблицам почему еще есть такое такие посылки к это да первое у нас проникновение интернета больше чем 75 процентов домохозяйства то есть всего 25 процентов домохозяйств не оборудованы интернетом понятное дело что это либо какие-нибудь герман стерлигов со своей семьей либо это бабушки и дедушки которых естественно по естественным причинам будет становиться меньше второй пункт резюмирую удешевление производства новая труда мы учимся постоянно и все время нужно чему-то учиться вышло я не знаю у меня мама бухгалтер да она работает уже довольно давно вышла 9 версия там или какая-то версия 1с надо пройти курсы потому что она сильно отличается от 8 и вот мы имаем 58 лет и соответственно она должна это пройти 58 лет она уже на пенсике но она должна это пройти потому что иначе не сможет работать и так в общем происходит очень часто она не научный работник ну и иллюзия социальной мобильности тоже здесь мол пройди курсы от какого-нибудь там чего-нибудь получил новую профессию программиста дата сайентиста еще кого-нибудь и зарабатывай очень много денег а вот тебе в этом поможет это тоже это кстати иногда работает и у нас есть там несколько хороших примеров этому например там и коль 42 или школа 21 по моему от сбербанка да это французский проект который забрали действительно там хорошо учить программистов но это правда не онлайн проект а оффлайн хотя онлайн доступом там тоже был они сделали буквально этой весной про инфореволюцию этот слайд можно очень долго комментировать и если есть желание там будут контакты у меня на последней странице могу пояснить что здесь есть ну естественно видео будет доступно там можно полюбопытствовать что здесь написано это замечательная такая штука даже не знаю как назвать такая вот темплейт придуманный компании deloitte тоже гигант один из большой четверки гигантов консалтинга которые собственно говоря оценили чем как у нас дистанционное обучение изменилось за последние 20 лет 2000 по 2020 2000 году дистанционное обучение если оно было в интернете то это было вот вы видели когда-нибудь сайт либру если не видели зайдите вот так как выглядит сайт либру выглядел весь интернет в 2000 году примерно это просто синие гиперссылки максим мошков дай бог ему здоровья ничего не меняет по-прежнему там и молодец в общем так выглядит тексты курьером написан и очень полная безобразие в двухтысячных годах это было ну то есть идея была такая сейчас мы сделаем информацию общедоступной все как ринуться ее смотреть вот просто вот прям мгновенно как начнут в нее значит это погружаться и изучать для себя что-нибудь новое отбою не будет ни от кого но ничего такого не произошло как-то вот стану людям было не совсем это интересно да полазить где-нибудь посмотреть чего-нибудь но но и все потом с некоторым развитием технологии это 2005 год поняли что нужно делать все-таки learning path то есть нужно какую-то вот трек обучения какой-то создавать чтобы сначала мы не весь каталог вы выбрасывать на бедного пользователя а делать какое-то пошаговое обучение появились первые лмс системы которые фиксировали скорость прохождения прогресс и так далее ну и вот это вот все было связано с карьерным треком да это главным вообще драйвером развития онлайн образования до сегодняшнего времени были как было конечно корпоративное обучение потому что именно она была заинтересована в том чтобы обучение было дешево и повсеместно чтобы все его проходили и было довольно простым дальше десятый год это революция видео контента как вы знаете а может быть не знаете я вам сейчас открою я тайну вообще все что мы видим вот это вот обилие ютуба нашей жизни понятно что она рано или поздно бы появилась но первыми сайтами которые начали подгружать очень много видео были естественно порно сайты которым мы обязаны и практически всем первым видео плеером которые вообще появились да потом стало возможно появление стримингового видео потому что появились там в начале десятых годов облачные технологии я когда разговаривал я был молодым преподавателем и преподавал русский как иностранный был у меня студент звали вам марсель сандерс он был тогда директором по закупкам эльдорадо а до этого работал в компании хама это в общем немецкая фирма которая делает компьютерную периферию там всякие флешки сумки и так далее и он в десятом году тогда только-только появился dropbox один из самых первых вот этих вот агрегатор облачных хранилищ файлов один из самых первых и кстати до сих пор один из очень неплохих он тогда сказал что это будет технология которая все взорвет мне было 22 года я сказал марсель что же вы говорите то такое сюда глупости куда еще же я отдам все свои документы важные в какое-то облако чтобы и кто-нибудь нашел да ну нет у меня есть жесткий диск съемный жесткий диск флешка еще что-нибудь но все мы теперь пользуемся теперь вообще без этого не как бы не мыслимо ничего перед куда-нибудь в последние макбуки флешку вставить некуда не говоря уже о дисках не говоря уже 10 лет и вот в обучении английскому например десятые годы совпали с тем что ну во-первых видео обучения стало много появились всякие там ситуации которые можно было смотреть а во-вторых появилась вот это вот таксономия стала известная появилась восьмидесятые годы но стало известно и примерно в это время таксономия 70-20-10 это группа австралийских ученых спросила у топ-менеджеров компании а как это вы стали такими умными ребята и ребята им ответили они мы стали такими умными 10 процентов из нас читали книги умные книги поняли что в умных книг написано и стали поэтому такими умными 20 процентов сказали что мы смотрели за другими как все падали мы следили за их ошибками и после этого стали очень умными а 70 процентов сказали что а вы знаете а мы учились на собственном опыте мы сделали много ошибок поняли как делать не надо, и поэтому такими стали. И вот в десятые годы, кстати говоря, это не в онлайн, а вообще везде, во всем образовании появилась вот эта вот мания, просто преступная бандитская мания иммерсиона. Она появилась немножко раньше. Иммерсион, это immersion, это такое, типа, включенное обучение. Как оно работало, это не то, что вы поехали в Эдинбург, и там ничего подобного. Вы в школе просто получили английское имя, я вот был Уильям, это правда было немножко раньше, в 2005 году, но тем не менее. Весь immersion, к сожалению, заканчивался, когда преподаватель мне говорил, Уильям, пожалуйста, к досте. Вот, именно такая фраза была там на таком пиджинообразном английском. Но тем не менее, это было как бы дал человеку имя другое английское, и все, и ты как бы погрузил его в среду. Ну, странная идея. Ну, и что у нас сейчас? А вот что у нас сейчас, давайте не на этом слайде посмотрим, а на другом. То есть сейчас работает и еще даже, может быть, я не знаю, жив ли Ешка. Если помните, такие были чудесные вещи, когда вот у меня брат учил французский, ему прислали конвертик такой с почты. В конвертике была книжечка, значит, Ешка, можно было открыть, кассета. Кассету нужно поставить, там, отмотать, какая-то, там никакой навигации не было, нужно было, там, намотать куда-то на правильное, значит, tape script, послушать его, записать все это в книжечки, положить обратно в конвертичек, отправить, значит, по почте, потом ходить на почту, ждать. Было очень увлекательно, но дистанционное образование было вот таким. Сейчас вот такое. Кстати говоря, Скайп реализовал свою технологию видеозвонка в 2006 году. А это было 14 лет назад. В 2006 году я учился на втором курсе. В 2005 году, когда я учился на первом курсе, это было, в общем, недавно, 15 лет назад. Ничего подобного не было. Видеозвонок был только в фильмах. Чуть-чуть, очень коротко, буквально, про вот эти четыре аббревиатуры, которые всех пугают. Про artificial intelligence, machine learning, big data и speech recognition. Это четыре технологии, которые на сегодняшний день с точки зрения именно технологий переворачивают все наше представление об образовании, не только об образовании, вообще обо всем, что только можно. Значит, про artificial intelligence и вот машинное обучение, искусственный интеллект, есть много мифов, что это, в общем, восстание машин скоро нас ждет. Честно говоря, если и ждет, то очень и скоро. Две картинки. Вот это и вот это. Значит, как у нас работают искусственные интеллекты? Мы проводим очень много уроков. Ну, там, 35-40 тысяч уроков в день. Высокий период, да, до максимума, когда доходит. И понятное дело, что нужно как-то контролировать качество этих уроков. Контролировать человеком невозможно. Это слишком большой объем, это слишком дорого. Контролировать все уроки детальные, там, спич-аналитикой какой-нибудь, да, чтобы, ну, там, дефрагментировать звук в текст, это тоже очень дорого. Хранить записи и видео тоже очень дорого, потому что, ну, представляете себе, 40 тысяч видео за день. Каждый весит, там, 100 мегабайт. Какое хранилище нужно, сколько это денег стоит, и вообще это не очень-то... Это плюс дополнительные разрешения, юридические все эти. Это просто невозможно и нерентабельно, поэтому, естественно, этого не происходит. И вот искусственный интеллект, одной из его задач, которые мы ему поставили, было определить по скриншотам. То есть, ну, во время урока он делает некоторое количество скриншотов, и он должен понимать, где преподаватель выглядит допустимо, а где недопустимо. Ну, что такое? Ну, то есть, там, вот эта картинка, я закрыл здесь лицо преподавателя, это тренировочный урок, который там на картинке я, и даже вот прям я в той же комнате сижу, что и на картинке. Очевидно, что вот как-то что-то с преподавателем не то. Ну, то есть, он выглядит как-то не очень. То есть, темная комната, абсолютно черная, свет такой, человек в белой ночной рубашке, и как-то вот такой вот он немножко, как будто только что лег спать, или еще не лег, но, в общем, что-то не очень хорошее с ним происходит. И вот картинка абсолютно классического преподавателя. Да, строгий костюм, цветочек на заднем фоне, белая стена, все чудесно, все шикарно. Вот просто для того, чтобы систему искусственного интеллекта научить определять абсолютно плохие снимки от абсолютно хороших, нам потребовалось показать ему 17 тысяч картинок. 17 тысяч картинок, на которых он учился. И то он очень долгое время, я уже не знаю, сколько на втором этапе было показано, но на первом, для того, чтобы добиться 60% точности в ответах, нужно было вот столько показать. Это элементарная задача. Человек с такой задачей справляется просто вот за 2 секунды. Посмотрел, ну, это не пойдет. Сюда посмотрел, пойдет. Машине нужно было несколько месяцев обучения для того, чтобы, ну, вот с этой задачей справляться. Но тут у нас... Поэтому с Artificial Intelligence, вот с Face Recognition тоже тут есть некоторые вопросы. Face Recognition тоже используется, кстати, довольно интересно. Есть такой кейс. Один из салонов красоты московских, он повесил у себя камеру на входе. Ну, сейчас камеры висят везде, никого этим не удивишь. Но в этой камере была... То есть к этой камере подключен софт технологии распознавания лица. Клиенты салона красоты, естественно, свои лица в салоне красоты как-то оставляют, потому что, ну, с ними как-то идет работа. И что происходит? То есть заходит клиент или клиентка чаще всего, да, в салон красоты, открывает дверь. Камера ее... захватывает ее лицо. За время, пока она доходит от второй двери до стойки администратора, компьютер успевает обработать ее лицо, найти, как ее зовут и какая у нее была последняя процедура. Менеджер, который видит это на экране, здоровается с клиентом по имени и спрашивает ее, а понравилось ли ей аппаратное удаление чего-нибудь в прошлый раз. Это мелочь. Но это повышает продажи в этом салоне просто очень здорово. Вот такие технологии, конечно, будут развиваться, которые влияют на деньги. Но особенно в обучении как-то пока вот с этим не научились особенно работать. Про Big Data. Big Data – это вообще там среди разработчиков есть такая языковая шутка, что проекты нужно как бы маркировать словом «это Big Data» или «это не очень Big Data», делая такое наречие игровое из этого терминоида. Когда она нужна? Ну, например, вы хотите понять, что такое качественный урок или качественный преподаватель. Это не самая простая задача, честно говоря, потому что что такое качественный преподаватель? Есть критерии, скажем, там, Cambridge Assessment English, есть критерии CELTA, есть критерии, там, не знаю, TESOLA, которые, в общем, нам как-то говорят о том, что такое хороший преподаватель. При этом, если мы проведем... Ну, то есть для бизнеса, например, хороший преподаватель несколько другое. Преподаватель, который там хорошо учит своих клиентов, и клиенты довольны. Есть преподаватели с уровнем дельта, которые не очень хорошо там общаются со своими студентами, и, соответственно, у них не очень хорошие показатели. Так вот, когда нужна Big Data? Если у нас, например, у нас есть гипотеза. Мы считаем, что на какие-то бизнес-показатели преподавателя, ну, например, то, как часто от него уходят ученики. Да, есть такой показатель. Мы просто теряем учеников до того момента, как они достигли цели. Ну, просто им что-то не понравилось, и он решил уйти. Преподаватель потерял ученика, компания потеряла, соответственно, деньги, которые этот ученик заплатил. И мы предположили, что у нас есть корреляция между этим показателем абсолютным, бизнесовым, и каким-то другим. И, соответственно, провели такой анализ. Это он может сделать руками, это может сделать аналитик, это могу даже сделать я, владея Excel. Идем немножко дальше. Если у нас нет гипотезы, но есть очень много критериев, данных, которые мы собираем, мы можем по простым алгоритмам, по там, DataStat какой-нибудь собрать корреляционную модель. Например, у нас есть целевой показатель, и есть много других, и мы проверяем на больших данных. Здесь нужны нам большие данные тоже, но это не как бы... Искусственный интеллект здесь участие не принимает, это просто у нас есть много данных, которые мы тоже можем каким-то образом провести и выбрать, например, вот эти зеленые зоны. Это, кстати говоря, настоящие данные, и по нашим исследованиям больше всего нравятся ученикам люди, у которых все хорошо с фоном, которые просто хорошо выглядят в кадре, в центре, не вот так вот там где-нибудь, не спят, ничего, не курят в момент проведения уроков. Это люди, которые используют дополнительный материал. Неважно, кстати говоря, какого качества, просто люди, ну, ученики любят, когда для них что-то специально готовят. Это повышает их, может быть, самооценку, может быть, что-то еще, но всегда приятно, когда лично для тебя преподаватель что-то постарался сделать, даже если это просто картинка про то, что вы говорили на прошлом уровне. Это то, как он дает инструкции. Ну, то есть, когда ученики не понимают, чего от них хочет преподаватель, они начинают фрустрировать. Говорят, ой, сложно, 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 ой, тяжело, тяжело. Ой, непонятно. Когда человек не понимает, что делать, у него порция настроения. Как человек вводит новую лексику? Плохо давать учить списками, хорошо использовать там техники или citation, и там, не знаю, клиру, например, если вы работаете в группе с детьми или там по целевой какой-то программе идете. Проводит ли преподаватель разминку? Не злоупотребляет ли грамматикой? Ну, вот прям упражнениями-то. Вот еще упражнения, вот еще, еще, еще. И очень всем нравится, когда преподаватель учит сленгу. Сленг не в том понимании, не в узком лингвистическом понимании сленга, что это там, как бы, возрастной жаргон. Нет. Это имеется в виду лингвокультурологические всякие штуки. А вот шотландец бы, например, в этой ситуации сказал бы так. А вот американец так. А вот schedule или schedule. Вот такое тоже последнее. В последнем варианте тоже говорят, но говорят там, например, извините, только на Ямайке в основном. Вот. Поэтому лучше использовать первый вариант. Но если вам очень хочется сойти за Растамана, то, пожалуйста, милки просим. Вот. Но если, например, у вас очень много данных, и они жутко не структурированы, то для того, чтобы найти... Ну вот смотрите, да, здесь это колонка AK и 226 строк. То есть корреляции могут быть по-любому из оснований. Для того, чтобы аналитику попробовать посмотреть, а есть ли здесь вообще что-то, нужно потратить гигантское количество времени. Машине нужно времени немного. И здесь могут быть интересные открытия. Ну, в обучении, например, мы обнаружили таким образом, что мужчины 25-35 лет неожиданно хуже учатся, чем женщины. То есть в среднем скорость обучения у мужчин и женщин практически одинаковая. Там до очень преклонного возраста, потому что у мужчин быстрее наступают там нейродегенеративные заболевания. Это, кстати говоря, факт. Есть такая тетенька Кристин Клейн, главный специалист по болезни Партинсона в Европе, директор Института нейрофизиологии в Юбике. У нее есть несколько статей по этому поводу. Мы с ней даже общались. Она подтвердила. А вот 25-35 лет мужчин, с чего бы? Ну, то есть откуда? Вроде ничего не происходит. Что с ними не так? Почему они хуже учатся? Потом мы провели несколько глубинных интервью и выяснили, что просто эти люди в этот момент заняты карьерой. Особенно сильно. Потом мы разделили их на разные группы. Бегиннеры, элементари, интермиды и высотые уровни. Оказалось, что гигантская просадка на низких уровнях. Почему? В этот момент, ну, это гипотеза, да? Я не знаю, будем мы это подтверждать или нет, но просто интересно. В этот момент мужчина хочет очень самоутверждение. То есть он уже там достиг каких-то карьерных целей или не достиг. В общем, он хочет превратиться в альфа-эллиминатор. Мы знаем очень часто. А на уровне бегиннер или элементари с преподавателем, который чаще всего женщина, и чаще всего, ну, такая, преподаватели, в общем, имеют некоторые, как правило, такую харизму. И приятно с ними разговаривать. Он хочет ей понравиться. А что он может на бегиннере сказать? I have got a mother? Не круто. Не звучит. И поэтому они очень сильно все злоупотребляют русским языком. Они рассказывают какие-то истории про то, какие они косвенные или прямые, про то, какие они классные. И вот это злоупотребление L1, то есть языком-посредником, оно приводит к тому, что как бы вместо обучения происходит вот это вот, не знаю, протокс павлина, да? Так, хвостиком. Ну, смотрите, я на самом деле, я, конечно, могу говорить только I have got a mother, но на самом деле я крутой. Обратите на меня внимание. Это не очень очевидно. То есть мы постфактум, когда мы эту корреляцию нашли, мы можем это объяснить, но если бы вот этой системы не было, мы бы ничего не поняли. Ну, и так бы и не узнали. И вообще это было бы неважно. А здесь мы можем применить какие-то вещи. И сейчас у нас делается курс для бединеров совершенно отдельный, да, не тот, который есть, потому что даже хорошие курсы, типа New English File, к сожалению, это не учит. И это так происходит не только в России, но еще смотрели на русском как иностранном на моем прошлом бэкграунде, и там примерно такая же картина плюс-минус. Вот. Но с корреляциями сильно увлекаться не надо. Можно посмотреть всякие разные интересные штуки. И там есть, например, прямая корреляция между фильмами, в которых снимался Николас Тейдж, и количеством утопленников в бассейнах ежегодно. Чем больше Николас Тейдж снимается, тем больше людей тонут. Вряд ли здесь есть какая-то зависимость, но тем не менее иногда ее нет. Иногда как бы, да, бигдата показывает нам странные и чудные абсолютно результаты. Про спичрикогнишн. Спичрикогнишн сегодня работает отлично. Если у вас лицензионная версия Word, просто Microsoft Word, последней версии 365, вот там вот в правом углу, в правом, вот здесь, вот тут, есть такая штука диктофон. Нажмите на нее и спойте какую-нибудь английскую песню. Я спел песню I see a redder and I want it painted black rolling stones, причем как бы используя, пародируя модуляции Мика Джаггера, и он меня понял. Причем понял совершенно точно. Он не поставил запятые, но тем не менее. А это значит, ну, в обучении, во-первых, это очень хорошо для асессмента, потому что мы можем, например, когда у нас говорит ученик, говорит бегло, быстро, и преподавателю иногда сложно записывать ошибки, которые у него есть в речи ученика. Система может это сделать сейчас сама. Причем она может сделать вот эту вот speech-аналитику, то есть speech recognition или speech-to-text technology, да, довольно быстро, и показать, где, по ее мнению, есть нарушения. Понятно, что она точно их не назовет, и по-прежнему у нас там Google Translate иногда переводит странно все, ну, и вряд ли он когда будет переводить сильно лучше, чем сейчас, но тем не менее мы можем довольно быстро понять, увидеть красные подчеркивания, сказать, ага, у этого ученика большие проблемы с phrasal verbs. Супер, на следующем уроке мы их повторим. А вы ничего, а на уроке вы ничего не сделали для того, чтобы исправить ошибки. Вы просто сидели, слушали, разговаривали с человеком, он с вами разговаривал, и вы даже не записывали за ним то, что где он ошибается, и даже не заметили, может быть, что это системная ошибка. Бывает такое, особенно если у вас седьмой урок в пятницу. А система вам показала, ля-ля-ля, вот, пожалуйста, phrasal verbs четыре раза из пяти. Точно требует подтяжки за последний несколько уроков. Отлично? Прекрасно, Константин. И последнее. Последнее-последнее из супертехнологичных новинок, которые есть, это айтрекинговые тесты. Изначально технология айтрекинга была применена в интернет-маркетинге. Потому что людям, которые продают что-то через интернет, крайне важно знать, как у человека, как человек, в общем, находится на сайте. То есть, куда он смотрит. И в это самое место, обратите внимание, что на сайте, когда вы заходите, у вас вот здесь, в правой части экрана, всегда реклама какой-нибудь фигни. Какой там, не знаю, чего вы смотрели последний раз в интернете. Потому что ваш взгляд упадет на это место совершенно точно. Мы так устроим. Мы смотрим немножко туда, если мы правши. Но эта технология совершенно фантастическая. Айтрекинг тест. Что это такое? Была такая... Ну, то есть, человеку дают два текста. На родном языке и на иностранном. Когда он читает текст на родном языке, система записывает движение его взгляда. Причем со всеми фасциями. То есть, ну, прям вот очень-очень подробно. С микродвижениями совсем. Специальная камера ставится под бумажку, с которой он читает. А потом ему дают текст на иностранном языке. Разумеется, он читает его несколько по-другому. Он запинается взглядом, там еще что-то, еще что-то. А в конце текста для того, чтобы он не... Ну, то есть, он не врал системе, чтобы он не водил взглядом просто вот так вот, ничего не читая, а просто как бы передвигая зрачками. Ему ставят... Ну, задают несколько очень простых вопросов по содержанию текста. Он должен на них ответить. То есть, он должен текст понять. Результаты. То есть, движение взгляда при чтении родного текста принимается, условно говоря, за единицу, а когда читается неродной текст, это применяется там, ну, в зависимости от того, как он был прочитан. И, исходя из этого, можно определить уровень ученика с точностью порядка 70%. Я не уверен, что 70% это так, но состав авторов серьезный. Это люди из MIT. И, в принципе, кажется, что это возможно. Вот есть статья, здесь прям есть ссылка на нее. это aquaweb.org. Она просто меня поразила. Поразила меня именно потому, что ничего себе, как здорово. Мощно-то как. С ума сойти. Ну вот. То есть, читая, если эта технология действительно работает, и это не ошибка тестирования, не преувеличение авторов, а мы действительно можем по движению глаз определять уровень языка, Cambridge Assessment English, конечно, уйдет в прошлое. Но посмотрим. Посмотрим. Очень интересно. Во всяком случае, очень рекомендую ознакомиться с этим. Это что-то совершенно невероятное. И опять же, поиск корреляций. Кто бы... Кому пришло в голову, либо этот человек гениальный, либо он просто хорошо владеет системами корреляционными, чтобы взять и между движениями глаз и уровнем языка провести какую-то параллель. Все. Конец. Напутствие. Первое, что мы должны помнить. Базовый сервис автоматизируем. Автоматизируем. Ну, не в смысле. Это не глагол первого лица вношенного числа. Это причастие. Краткое. А вот классное преподавание нет. Классного преподавателя пока не заменят. Self-study сделать можно без преподавателя. Хорошего преподавателя пока даже близко нет. Авторитетов боль. Это, кстати, Жан-Франсуа Леотар. Еще один прекрасный человек и автор книги Le Condition de Postmodern. Состояние постмодерна, в котором он описал то, как мы сегодня живем. Тоже очень рекомендую почитать. Любопытно. Переводы с французского, правда, ужасные. У нас больше нет авторитетов. Есть инфлюенсеры. Слушать можно кого угодно. Когда выходили первые передачи Петрова, Полиглот, все его смотрели и думали, ну, какой классный человек. Сейчас на каждого Петрова найдется Михаил Гринберг или Татьяна Фанштейн. Ну, то есть спикеров, которые вот высокого уровня, классные, их так много, что они, они, к сожалению, потеряли несколько авторитетов. А вот этот, говорит, так, да, да, молодец, но вот мне больше нравится другая точка зрения, я буду ее придерживаться. Технологии разрабатываются под масс-маркет, потому что на масс-маркете вводятся деньги. 20% они не подойдут. Это нишевая зона, зона либо для очень специфических запросов, либо для очень богатых людей. Там будет прибыльнее всего работать. Онлайн станет мейнстримом. Микрообучение, как таковое, в отличие от фундаментального образования, помогает только сварить плов и завязать галстук. Пока никаких данных о том, что при помощи микрообучения, микрокурсов и там лайфхаков можно научиться чему-то, если у вас не было до этого никакого бэкграунда образовательного. Это теория. Пока неподтвержденная. Есть такой тезис о том, что люди, которые учились оффлайн, могут преподавать онлайн. А вот люди, которые будут учиться онлайн, чему они научатся, это большой вопрос. Но вместе с тем онлайн, конечно, прекрасен, полезен и прост. Так, а давайте теперь поговорим про вопросы. Пытались ли я вас убедить, что онлайн обучение – это хорошо? Ну, я думаю, что понятно – нет, совсем нет. Есть как плюсы, так и минусы. Плюсы очевидны. Доступность. Доступность и логистическая, и в очень недалеком будущем финансовая. Технологичность. Это действительно интересно. то, что ты переходишь в мейнстрим и этим – это как базовый навык, которым нужно владеть, нужно уметь это делать. Но преимущества оффлайн-образования как бы пока и особенно фундаментального оффлайн-образования пока онлайном не перекрываются. Все-таки, чтобы эффективно учиться дистанционно, нужно иметь очень высокий уровень самоорганизованности. Нужно очень этого хотеть. Сейчас можно, ну, в общем, можно выучиться по энциклопедиям и самоучителям. И такие люди есть. И даже выучиться относительно неплохо. Но сил на это потратить нужно просто катастрофически очень много. Спасибо. По поводу того, кто рад был быть здесь и получать важную информацию. Про IELTS и TOEFL. Две проблемы, которые сильно помешают этому переходу. Проблема номер один. Это проблема инвегуляции, о которой я уже сегодня немножко говорил. Все большие организации очень боятся утечки. Утечки вопросной базы, утечки тестовых заданий, потому что они сразу, ну, то есть они один раз скомпрометированы и дальше их уже использовать нельзя. Нужно переделывать заново. Переделка стоит дорого и постоянно переделывать замучаешься. Сделают ли они адаптивные варианты тестирования? Это вопрос. Потому что тоже, ну, в общем, при не очень даже серьезных познаниях выкачать базу адаптивного теста можно. У нас есть адаптивный тест и неоднократно, правда, у нас хорошая инфраструктура, хорошая секьюрность, но тем не менее неоднократно и не очень сильно старались, откровенно говоря, те, кто хотел это сделать, но тем не менее хакнуть базу очень сильно хотелось. Многие. Мы фиксировали там за все время существования, наверное, 40 атак, которые хотели это сделать. И вторая проблема это, ну, во-первых, это тестирование международное, которое применяется и принимается в разных учреждениях. так же, как, например, аналогом этих тестов в русском языке является тест ТРКИ, тест русского языка как иностранных. И здесь очень большой вопрос о том, а смогут ли, согласятся ли компании и вузы и государства, которые принимают эти экзамены, смогут ли они согласиться с тем, что тест будет проходить онлайн, и мы не знаем на 100% кто его проходил. Есть такая, у меня есть история, из собственного опыта, не про онлайн, а про оффлайн. В 2012 году в России ввели обязательный тест на, ну, он называется в народе тестом на гражданство, но на самом деле это тест на, ну, условно говоря, на рабочую визу. Чтобы получить разрешение на работу, нужно пройти тест. Это русский язык, это история России, и это общество знания. В общем, все граждане сопредельных республик, которые хотят получить разрешение на работу и не являются высококлассными, то есть ВКС высококлассными специалистами, высококвалифицированными специалистами, а по ГОСТу, они должны этот тест проходить. Я когда работал в университете, к нам приходили такие дяденьки, вот такие вот в золотых перстнях прямо на всех пальцах. Говорю, а у меня есть, короче, тысяча, это, людей, да, надо, это, ну, там, тест, да, чтобы они прошли, да, ну, короче, вот, ну, как бы я принесу вам это, ну, список, да, сертификаты сделайте, да, вот, и это государственное учреждение, да, в которое, в общем, не так просто прийти, и там руководителем кафедры была такая почтенная профессор, которая, ну, естественно, этого гражданина отправила куда угодно, но, тем не менее, такие запросы будут, и в онлайне, такие запросы будут гораздо больше, естественно, кто-нибудь согласится, кому деньги-то не нужны. Our younger generation is always searching for something on the phone or tablets. In other words, this generation is online almost always. Our witness a very interesting change. Да, согласен полностью с этим. Очень заметно это на, даже на поколениях людей, скажем, 15 и 10 лет. 15-летние так много в интернете не сидят. Если я попробую у своей племянницы, которой 10 лет отобрать телефон, она меня убьет, наверное, ну, или покалечит, или захочет очень сильно это сделать. Поэтому, да, здесь я не могу спорить, но, опять же, мы начали разговор с того, что вот даже в госпрограммах не прописано вот это влияние постоянного потребления информации на человека. А ведь это, собственно говоря, влечет к цифровому, так называемому цифровому слабоумию, и это не шутка, в МКБ-10 заболевания уже будет, у меня медицинская классификация болезней, и информационной псевдодебильности. Может быть, вы помните, такой яненько был Андрей Курпаков. Он, значит, вел на Первом канале давно программу про психологию, туда приходили какие-то люди известные и решали проблемы, и он таким болелся. Ну, что же вы много кушаете, наверное, перестаньте, пожалуйста, кушать. Много. Вот, он сейчас открыл Академию методологии в Петербурге, является там советником Грефов Сберман, очень интересный канал, и в Инстаграме, и вот можно тоже посмотреть несколько его лекций, очень любопытные. Особенно, ну, то есть, он там много говорит про вещи, которые связаны узко с психологией, как развивается депрессия, шифрения, там, разные другие патологические состояния, но вот, во всяком случае, то, о чем он говорит, когда имеет в виду вот эту самую информационную псевдодебильность, по-моему, даже его термин, это очень любопытно. Ну, то есть, просто вот, вот это вот постоянное потребление дофамина, когда мы смотрим чего-нибудь, там, какой, ну, вот, на сайте, я не знаю, Адме, или Reddit, да, Адме, это копия американского Reddit, и там какие-нибудь там пёсики, мемасики, и вот это все, и у нас мозг говорит нам, хорошо, хорошо, да, мы узнаем эти картинки, они связаны с нашим личным опытом, смотри больше, потому что, ну, у мозга есть такая функция, мы, когда что-то узнаем, ну, вау, ага-эффект, так называемый, когда возникает, да, мы же, это же эволюционно, как бы, предусмотренная штука, кто первый увидел тигра в кустах по хвосту, узнал его и спасся, а кто не увидел, тот, извините, все. Зовут его Андрей Курпатов, Курпатов, такой он, приятный достаточно мужчина, вот, интересные, действительно, у него есть некоторые вещи, и неизвестно на самом деле, то есть, и помимо этого, это еще очень сильно влияет, то есть, помимо того, что мы очень плохо фокусируемся у половины народа, сейчас из ДВГ, с северным расстройством внимания, плохо с концентрацией, ужасно плохо с монологами, да, вот мы разговаривали с учителями нашей школы, и как изменились ученики, да, вот у кого есть ученики там помоложе и постарше, да, какая в них разница, вот они пока не замечают, что ученики более молодые, скажем, они, ну, там, глупее или хуже учатся, или что-то еще такого, ну, есть, ну, и среди старшего поколения тоже есть такие, то есть, как бы пока такой, прям, вот, тенденции незаметны, но что очень заметно, и все отмечали, это способность к монологической речи. Монологами разговаривать люди не умеют, максимум, там, полторы минут, это прям вот все, это больше уже, ну, невозможно, потому что сегодня мы привыкли к вот этому нарратив пяти, это вот если Леотара почитать, у него есть этот тезис про то, что фундаментарь, вот эти все великие нарративы, это такие концепции, которые объясняют все, Библия, да, там, например, она все объясняет, как все произошло, в начале 20-го, конце 19-го века было несколько теорий, которые все объясняют, теория эволюции объясняет все, да, Бихи и Ариста все появились, Карл Маркс все объяснил, да, все не важно, кроме борьбы классов, Фрейд всем все объяснил, да, все не важно, кроме либида, все остальное, это все остальные детские комплексы из-за либида тоже, ну, понятно, что я утрирую, Ницше тоже фундаментальная концепция, такая масса великая, которая тоже все объясняет, что мы на самом деле потеряли способность гипербореи, у нас ложная концептуализация всего, когда видим окно, мы сразу понимаем, что это окно, что у нас оно встроено в сетку представлений, оно накладывает очень большие допущения на реальность, а в эпоху постмодерна и сегодняшнюю эпоху, которую я затрудняюсь определить, мы уже стали как-то, ну, то есть нам вот это все непонятно, нужно на три минуты что-нибудь, за три минуты там, вот это прекрасный проектор Замас, да, прекрасный, нет, без сарказма, ну, что за название ролика, история Рима за 18 минут, ну, о чем вы говорите, но это именно потому, чтобы ее кто-нибудь смотрел, она сделана великолепно, да, это отличный ролик, прекрасный, ну, название это, господи, это как английский за 16 уроков, ну, можно выучить кое-что, но не английский. Еще вопрос, есть опросы про blended learning и дистанционное образование, тоже можно посмотреть исследование, тоже Boston Consulting Group, откуда я цитату приводил, правда, оно сделано не по русскоязычным студентам, а по американским, проблема в онлайн образовании до сих пор немножко другая, не в том смысле, что им не нравится, да, здесь очень зависит от контента, и, да, мы не чувствуем дистанцию, ну, то есть, как бы мы чувствуем, что мы удалены, разобщены и так далее, онлайн образование до сих пор воспринимается как какой-то суррогат, ну, то есть, это что-то вот, вот есть настоящее образование такое, когда надо в ВУЗ ходить, и там строгий дядька, значит, по обществознанию нам расскажет, что нельзя лизать батарейки больше 10 минут в сутки, вот это настоящее образование, а вот эти все ваши вот эти курсеры, вот это вот все, что можно там смотреть, это все какая-то, знаете ли, ничему оно не учит, как это так вот могу я остановить, значит, Ричарда Петерсона, когда он рассказывает про дистилляцию, например, да, и сходить чаю себе налить, это же ужасно, правда, я же не могу остановить лектора и сказать, подождите, я сейчас, мне надо выйти, вы тут задержитесь, я вернусь, и вы продолжите, а с Ричардом Петерсоном, с Ричардом Петерсоном, это возможно, как можно доверять этому безобразию, ужас же, поэтому, да, онлайн-образование действительно воспринимается, как суррогат, но с другой стороны, онлайн-образование очень часто этому потворствует, потому что курсов абсолютно идиотских, бессмысленных, бесполезных, и такого количества контента, которое пытается нас чему-то учить, и орет на нас из всех щелей Инстаграма, народилось такое огромное, и невероятное количество, что прям куда деваться. Ну, да, и скорее всего, я не могу сказать с социологической точки зрения, есть ли связь прямая между тем, как чувствуют себя студенты, и тем, что наш социум, наша социальная среда не очень к этому готова, наверное, связь есть, но я не специалист в социологии, не могу на это ответить. Хорошее онлайн-обучение, есть плохое. Ну, как бы здесь отличие точно такое же, как и в обычном образовании. Есть образование, которое чему-то учит, а есть то, которое ничему особенно не учит. Зависит от двух... Ну, это сложно сказать. Ну, давайте так. Значит, как понять вообще, что курс хороший? Есть схема Дональда Киркпатрика, которая придумана в 50-х годах. Все говорят, что она устарела, но никто пока ничего лучше на мой вкус не предложил. Что Киркпатрик предлагает... Простите. Что Киркпатрик предлагает оценивать, когда мы оцениваем курс? Есть четыре... Вот по его мнению, есть четыре вещи, на которые мы должны смотреть. Первое. Нравится или не нравится сам процесс обучения ученикам? Вот если они в процессе обучения, как-то мы по косвенным признакам или по прямому вопросу можем это узнать, то есть если они реагируют на это хорошо, говорят, да, там, или быстро делают задания, или они вовлечены, или еще какие-то есть факторы, на которые мы можем обращать внимание и сказать, что да, вот обучение, скорее всего, нравится. Это первый фактор. Второй фактор – это... Это называется реакция, да? Второй фактор – это изменение поведения. То есть после обучения у человека как-то должно измениться поведение в зависимости от того, чему его учили. То есть если он раньше что-то делал так, то теперь он это будет делать несколько по-другому. И третий пункт, четвертый связан с деньгами, поэтому про него сложно говорить, это для корпоративного обучения есть. Это изменение рабочих процессов. Ну, то есть это изменение процессов. Не только поведения, но и процессов. Вот мы... То есть мы, например, не знаю, там, считали что-то, дискриминант брали одним способом, нас научили другому получше, мы стали его делать, но ни на что другое в жизни это не повлияло. То есть по двум пунктам будет хорошо, но само обучение было для нас не очень тлевантно. А вот если мы смогли еще его применить где-нибудь в настоящей ситуации, не в учебной, значит, это тоже как бы такой очень хороший элемент. Ну, и четвертый пункт у него был по изменению в деньгах. То есть это изменение реакции учеников, изменение их поведения, и изменение процессов, в которых они это поведение могут применить. Это очень общо. Понятно, что он формулировал как для... ну, для массы. В английском языке, например, если у вас ученик пришел с уровнем pre-inter, вы провели с ним, ну, примерно 150, в зависимости от возраста и мотивации этого ученика от 120 до 160 часов учебных, не больше. И он после этого курса получил уровень интер, ну, то есть может сдать экзамен, там, той, фулна, 70 на 66. Обучение хорошее. Да? То есть есть результат в любом случае. А если он учился 30 уроков, потом ушел куда-то, забыл, ему стало наплевать, то либо, ну, у него что-то изменилось в жизни, и обучение нельзя оценить, либо обучение было не очень, и студенту просто не понравился. Стоит ли получать Сельту, если будущее за онлайн-обучением, оффлайн сдает позиции? Какие альтернативы Сельты? Ой. Значит, Сельту получать всегда хорошо. Это прям вот такой сертификат, который дает пропуск везде, ну, не везде, но в очень многие места. Эквивалентом для Сельты являются дипломы TESOL. Они больше, ну, то есть Сельта больше европейские страны. Ну, это Worldwide, конечно, но Европа больше любит Сельту. Китай и США больше любят TESOL. Ну, то есть они и Сельту тоже очень сильно любят, но TESOL они тоже любят ой-ой-ой-как. По онлайну, ну, вот прям международных таких сертификатов, которые были бы чисто про онлайн, и которые бы всеми принимались, думаю, что пока найти сложно. Но после карантина совершенно точно что-нибудь появится, какая-нибудь единая сертификация или что-нибудь, или кем, ну, какой-нибудь из гигантов, или Oxford, или Cambridge, или тот же самый Intesol, или Nile, да, они что-нибудь обязательно придумают, и нас в 2021 году какой-нибудь супер такой курс ждет. Совершенно очевидно. Но Сельту проходить вполне можно. Единственный большой минус Сельты и Дельты – это цена. Это прям, ну, дорого. Очень дорого. Но, с другой стороны, Сельта для преподавателей – это почти MBA, для менеджера, поэтому, может быть, и стоит потратить деньги. Но TESOL, например, курсы по отзывам, они дешевле гораздо, их можно проходить онлайн, и дают они примерно, примерно столько же, если они большие, да, они не 170 часов, а 350, например, то примерно то же самое. TESOL диплома, например, 390, по-моему, он часов обучения, он приравнен к Дельте. Это довольно серьезно. Ну, тоже стоит там почти 1000 фунтов. Так, по-моему, вопросы… О, господи, мы 20-40 часов уже все провели много времени. Коллеги, я не смею вас больше задерживать, я видел, что здесь есть несколько людей из Якутск, например, Красноярск, Иркутск. У вас уже там глубокая-глубокая-глубокая ночь, второй час, поэтому не смею вас больше задерживать, огромное спасибо всем, кто в этот летний день нас посетил, вечер, точнее. Надеюсь, мы еще увидимся когда-нибудь. И да, забыл, что надо еще показать контакты. Меня нет в соцсетях, к сожалению, и, к счастью, я, чтобы, ну, имея склонность к информационной дебилизации и чтению дзена, неконтролируемого, я все соцсети удалил, чтобы еще и там не залипать. У меня есть почта, ну, и вы всегда можете найти все интересующие у вас материалы на просторах SkyTitch. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok